Приобретение подарков – это, пожалуй, самая приятная часть каждого торжества. Особенно перед Новым годом, когда на прилавках магазинов появляются шоколадные фигурки в яркой обертке. Но являются ли съедобные снеговики и снегурочки с Дедом Морозом безопасными для жизни детей? Это выясняли сотрудники Роспотребнадзора в течение последнего месяца. Проверка новогодних сладостей, ежегодная операция на определение качества, наличие документа и читаемости информации на упаковке. По итогам надзора, говорят специалисты, этот год, как и прошлый, не был исключением в плане выявленных нарушений. Нами были при проверках обнаружены нарушения. Нарушения в основном касались отсутствия маркировки, должной маркировки. Поскольку новогодние детские подарки относятся к разряду товаров, которые проверяются более тщательно, так как это детские товары, поэтому и внимание более такое жесткое. Товар, не соответствующий по правилам торговли, приостановлен в реализации. То есть продукты питания убраны с торгового зала, а в дальнейшем все будет возвращено обратно к поставщику. Магазин, допустивший продажу товара с нарушениями, привлечен к административной ответственности. Но сейчас уже есть тагильчане, успевшие приобрести в качестве подарка фигурное кондитерское изделие с нарушениями. Купили детям сладкие подарки. А какие сладкие подарки? Маленьким совсем, Дед Мороза вот такого. Киндер-сюрприз вот такой большой. Яйца бы может купила, если бы внуки здесь были. А вот про собаки шоколадные продают, они очень дорогие, мне кажется, но кто-то может покупает. Мы покупаем, мы сами стряпаем, так что всяко. Шоколад, шоколад, ему же не отведешь от витрины, все равно он будет просить ее. Поэтому что делать, выбираем лучшее. Но даже лучшее нужно выбирать с осторожностью. Следует удостовериться в безопасности приобретаемого товара еще в магазине. Вероника Самойлова, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагилтв.